Межрегиональный форум приемных родителей проходит в эти дни в Дагестане. В мероприятии принимают участие дагестанские семьи, приютившие детей, а также приемные родители из Астрахани. Всего форума хватило порядка 100 человек. Подробности у Хаджат Мазгаровой. Вот так аплодисментами в Махачкале приветствуют гостей из Астрахани. Около недели ребята и их приемные родители отдыхали на море, в горах, были на экскурсиях, в музеях, прогуливались по городу. Такой подарок им сделала Дагестанская организация защиты права семьи и детства «Жизнь – мое право». Эмоции от отдыха переполняют как самих детей, так и их мам. Очень добрые люди, да, внимательные, очень добрые, разрешают все. Везде так все организовано, хорошо, даже расплакалась. Визит предполагает не только отдых. Уже на форуме приемных родителей астраханские гости рассказывают о том, как они создавали свои крепкие семьи, о том, как объединились в ассоциацию приемных родителей и что им это дало. Есть разные формы поддержки детей-сирот. Немногие в Дагестане знают, что, не забирая навсегда, ребенку можно дать возможность социализироваться. Жить, например, ребенок будет оставаться в своей кровной семье, у каких-то близких родственников, если родители погибли. Ну, например, образовательные функции. Помочь, например, с медицинским обследованием, если это требуется. Помочь с поиском каких-то специалистов, тех же педагогов-психологов, например. Помочь где-то материально. Вот эти все функции, культурную функцию. То есть бабушка из какого-нибудь отдаленного горного муниципалитета вряд ли приведет сюда же в национальную библиотеку, или в театр, или там еще куда-то. Просто нет возможности, да и здоровье, наверное. За последние три года в республике было реорганизовано два детских дома. Если в 2015 году в специализированных учреждениях находились более 200 детей, сегодня их 68. По официальным данным, в республике более 4,5 тысяч сирот. Почти все они находятся в семьях. Во всем мне помогает. Это бабушка родной. Это мне сын подарил и ушел. Вот уже 13 лет Айша Джанбиева одна воспитывает внука Зеудина. Отца не стало, когда мальчику было полтора года. Мать принимать участие в воспитании ребенка отказалась. Родителей заменила бабушка. Долгие годы семья не может решить одну серьезную проблему. По формальным причинам не удается оформить опекунство. После нескольких лет обивания порога в разных структур бабушка оформила временное опекунство. Это я замучилась, вот иду. Никакого помощи я ни от кого не видела. Сама свою пенсию, сама работала. Сейчас-то правда из-за этой операции я пока дома. Бюрократические препоны – одна из главных сложностей, с которой сталкиваются приемные родители. Зачастую это мешает сделать первый такой важный шаг на пути усыновления. В республике планируют создать региональную ассоциацию приемных семей, которая в том числе будет осуществлять консультативную и юридическую помощь. Хаджат Мазгарова, Саид Кутиев. Время новостей.